Доследственная проверка началась по факту гибели Максима Марцинкевича, известного как националист по кличке Тесак. Ранее стало известно, что осужденного на 10 лет Тесака нашли мертвым в одиночной камере в Челябинске. При нем находилась одна бритва. Марцинкевич отбывал срок сразу по нескольким статьям. Два года назад его осудили на 10 лет за нападение на людей. Адвокат Тесака заявил, что его три последние месяца пытали и отправляли в Москву для нового следствия. Телеканалу 360 адвокат Тесака рассказал о последнем разговоре с ним. Иван Сидоров подтвердил, что его подзащитный отбывал наказание в Красноярске. Весной этого года написал явку с повинной по непонятным причинам. Так, Тесак признался в убийствах 1999 года, когда ему было еще 15 лет. Очень странно, когда человек, находясь столько времени и на свободе, и в местах лишения свободы, вдруг пишет явку с повинной, заметил Сидоров. По словам адвоката, Тесак в последнем разговоре подтвердил, что его жизнь перечеркнута. Издание БАЗа сообщило об обращении отца Тесака к главе СК РФ Александру Бастрыкину. Эту же информацию подтвердил адвокат Максима Марцинкевича Алексей Михальчик. Теперь он работает в интересах отца Тесака. Родитель неонациста рассказал, что сын жаловался неделю назад на пытки, под которыми от него требуют признания в убийствах 90-х годов. В письме отца Тесака указано, что он полагает, что смерть сына наступила в результате убийства. Марцинкевич – морально устойчивый, волевой человек, который никогда не высказывал суицидальных намерений, написал отец Тесака Бастрыкину, подчеркнув, что смерть сына приобрела общественный резонанс. На странности в самоубийстве Тесака указала и Ксения Собчак, которая переопубликовала запись журналиста Евгения Левковича. Журналист рассказал, что у Тесака прервалась связь с адвокатом и с близкими. Позже его нашли в СИЗО Красноярска, но из-за карантина никого не пускали.